ПЕСНЯ ПЕСНЯ Мы, православные, привыкли к тому, что наша жизнь, в отличие от людей, не знающих Бога, является жизнью праздничной. Там, в миру, там нет праздников, всегда только серые будни или то, что называют праздником, но официально, формально, и люди это как праздник не переживают. Есть в миру дни, внешне переживаемо как праздник. Это то, что листит корысти, личный день рождения, юбилей, и как бы неплохо, в принципе, но каждый из таких, в кавычках, праздников напоминает предыдущий, повторяет бывшие. Те же лица, те же блюда, те тоже осуждения, тоже дергания под музыку. А вот у нас, православных, хотя мы ничем не лучше всех остальных, есть возможность переживать праздники часто, и праздники каждый неповторим и не похожи один на другого. Вот, например, сейчас мы переживаем время рождественского поста, когда нарастает духовное напряжение встречи с рождающимся мир нашим Спасителем, и как важно в это время почувствовать дух неба, осознать себя от большой небесной семьи, чаще великого большого дела Божьего. И вот этот сегодняшний день память святителя Николая до нас доносит это переживание и этот опыт. Причем тоже опыт совершенно особый и неповторимый в кругу церковных годовых праздников. Мы, например, поминаем многих святых Божиих, не только святителя Николая. Вспомним, как совсем относительно недавно мы упоминали архистратика Божия Михаила, но это совершенно особое переживание. Он не человек, он вождь ангельских сил. Это совершенно особо, в своем роде, духовное молитвенное переживание. Мы переживали, например, память пророка Божия Ильи, но мы с вами знаем, что для нас, современных православных, его память сопряжена с переживанием близости второго пришествия Господня, при тече которого Илья является. А это совершенно особое переживание, не похожее на Илья. Переживали недавно, да них, которые можно назвать чтимые, непраздничные. Дух великих угодниц Божиих, святых великомучениц Варвары, Екатерины. И эта память мучениц в женском естестве, в расцвете молодости, пошедших на смерть ради Христа, конечно, накладывают совершенно особые, неповторимые переживания, несравнимые с памятью иных святых. И каждый такой праздник церковный нам несет особые, ему лишь только присущие духовные переживания. Что переживаем сегодня мы с вами в память святителя Николая? Наверное, тоже некую особенность, и не похожа на другие дни. В чем это выражается? Для нас, православных, вхождение в храм, молительное предстояние с народом Божиим, пред Господом – это всегда некое торжество. Переживание величия Творца и при всей праздничной, радостном состоянии – это торжество, несущее некое благоговение, укрепляющее, все-таки, наверное, страх Божий. А вот сегодняшний день совершенно иной. Мы сегодня, многие, кто имеет духовный опыт, в церкви не первый день молятся угоднику Божию Николаю. Мы, наверное, сегодня можем согласиться, что, когда ишли в храм Божий, и когда здесь присутствуем, испытываем такое чувство, как будто пришли к какому-то очень близко родному человеку, к отцу, к деду, к очень близко родному, к которому может прийти всегда запросто, без церемоний, легко, открыть дверь буквально ногой. Почему это так? Откуда это такое переживание сегодняшнее для многих характерное, о чем многие свидетельствуют? С чем это связано? Интереснейшие есть слова в богослужении святителя Николаю в каноне. Там написано вот как, молитвные слова. Звучат они так. По Богородице ты второй о нас, пред Богом ходатай и молитвенник. Вот, наверное, есть ответ на это переживание. Один из ближайших к Господу, ближайших предстоящих в молитвах о нас. Мы знаем, наш Господь есть дух животворящий, и материальные измерения там неприложимы к Богу. Поэтому, когда мы скажем, что он ближе стоит, мы эту близость мерили не в сантиметрах и не в метрах. Тут совершенно другие меры длины. И эта мера – любовь. Бог есть любовь. И кто Боге пребывает, пребывает любви. Что делает святитель Николая ближе к Богу? Молитвенникам о нас только одно. Богоподобная любовь его к нам. При этом, что поразительно, и можно писать, что святитель Николай жил не на Руси. Он жил не на нашей земле, и тем более не в наше время. Понятно, когда мы с особой любовью обращаемся с молитвами преподобному Серафиму или Сергию, блаженной Матроне или Ксении, ну, наши, ну, родные, ну, все понятно. А вот, скажем, у нас, в Болгарии, к мученикам коврами, ну, совсем уже наш, куда ближе, все ясно. Святитель Христов Николай, где проходил подвиг земного служения? В далекой от нас, в Малой Азии, там, в нынешней Турции, где от христианства осталось только название. Он жил среди тех, кого мы называем греко-говорящие, среди тех, кто или греки, или перешедшие на греческий язык, так называемые понтийские греки. Там проходил его подвиг, но там он так не почитаем, как у нас, что поразительно. Там после Божьей Матери поминают обычно греки Георгия, великомученика-поведоносца, и в нём видят заступника второго, по святой Богородице, пред Богом. Поразительно. Почему Россия? Что связывает Святитель Николая с нашей землёй? Ответ будет такой. Не знаем. Не знаем. И поэтому, получается, не мы его нашли, он нашёл нас. И опять ум теряется в догадках, почему. А ответ опять в том же. Вот в том, в том, в том, о чём мы говорили, в любви Божией. Порой для нас, такие, как мы, есть малопонятные, непонятные. И в результате раздумья, в которой возникает больше вопросов, чем ответов. Но главное это, нет. А что главное? Он сам нашёл нас. Он сам пришёл к нам. И своей молитвой являет такую заботу, которая потрясает даже в мелочах и в своём постоянстве. Помню далёкую молодость рассказ двух мужей и жены, когда они рассказали со слов земляк этого вот мужчины, земляк, и рассказал о том факте, который он сам услышал от него. А какой факт? У них среди родственников, ну, это послевоенные были годы, многие мужчины не вернулись домой. Была семья, которая возглавляла вдова, солдатская вдова, в доме детки, тяжёлая работа на селе. Дома приходилось бывать только затемно и уходить затемно. А жили не совсем так, как мы сейчас живём. Приходилось отопляться не газом и воду брать не из крана. Поэтому трудно, физически, нелегко было в то время, когда глава семьи, эта хозяйка, эта женщина была на работе. И вся забота лежала на старшем ребёнке, девочке, которой было чуть побольше десяти. Это на ней была забота. И вот раз, как они рассказывали, был такой факт, в их доме не новый. Мамы нет, зима, мороз, в доме прохладно становится, девочка переживай за младших, сделала то, что делала не раз, и делали все у них в селе, берет санки, идет в лес за хворостом. Но летом хворост собрать одно, мы знаем, зимой под снегом, мороз, тоже нужно оговориться, кто хотя бы по рассказам целиком знает, зимы будут другие, сейчас у нас зимы для нищих, которые без одежды ходят и не замёрзнут, тогда в одежде мёрзли. И вот она вот пошла, что-то там собирала, что-то нашла, нашла, упыхалась, устала в снегу, и уставшая присела отдохнуть. Её потянуло в сон. Что было бы с ней? Да то, что было бы с многим в то время, неудивительно, замёрзла бы, просто замёрзла. А дальше следующее. мать приходит с работы, ну, с того, что называли тогда работы в колхозе. Прибежала, вырвалась на какое-то время. Старшей дочери нет. Спрашивает маленький, ушла, придёт, темнеет, её нет. Мать переживает, ребёнка понимает, она понимает, ушла в лес с санками, а уже темнеет. И вот в отчаянии, что характерно, наверное, для нашего народа в колхозе, она стала обращаться с не просто Господа, угоднику Божию Николаю, святите Христов, угодничек Божий, спаси, сохрани, доведи до дома доченьку. Ну, вот так вот, выберешь к двору, нет, нет, опять дома, опять вот так мечется. Николай угодник призывает. И потом дочка приходит с санночками, с этим хворостом заснеженным. Мать обрадовалась, говорит, доченька, да ты как это вышло-то, так темно уже, ты где-то была, почему так долго-то хоть, так я переживала. И та сказала, так очень просто, но ребенок, ну, 10 с небольшим, ребенок, она говорит, да я вот маму холодно, вот это вот хворост, вот пошла вот собирала, вот он притомился, да и присела. И так сладко заснула, так прямо хорошо. Мать напугалась, говорит, а дальше доченька, а дальше какой-то дедушка меня толкает и говорит, доченька, замерзнешь, выходи, моя ябодка, пойдем, пойдем, я тебя выведу. И вот я и вышла. Кто это был? Почему именно в это время, когда мать взывал к Николаю Годнику, что сам святитель, мать так и поняла, и все на селе только одно обещание нашли, сам святитель вживую пристал ее дочери. или просто за его молитву какого-то непонятно откуда взятого, никому неизвестно, старичка послал там, ночью, в лесу, непонятно откуда взятого, что это было. А нам опять не важно. Не это главное. Явно, что за молитвы этой матери Господь спас ее дочь, спас ее семью, и так-то уже семья вдовы, муж погиб на войне, спас еще от одного гроба. И вот этот пример такой бытовой, невеликий, а он как раз вот об этом и говорит, о том, насколько близки к святителю Николаю каждый, кто обращается к нему, насколько он входит в нашу земную жизнь, даже вот до таких, казалось бы, но не глобальных же вещей, как ему, как его сердце наполнено, какой любовью к самым простым людям, к самым, казалось бы, обыденным нашим нуждам. И в этом-то, в этом-то, и величие его. Великое познается малым. Сказано, мы знаем правду этого слова. Вот их, через этот факт, через многие иные, которые не перечислить в истории нашего народа, мы видим, насколько близок к нам своей молитвой, своей заботой, своим милосердием Христов угодник. Поэтому так легко в этот день мы идем в храм, так просто открывается дверь в церковь, так легко мы чувствуем себя, как будто пришли к самому близкому, к самому родному, который всегда примет с неизменной любовью. И это так оно и есть. И опять повторим, не мы нашли его, он нашел нас и взял в удел себе нашу землю и наш народ. Вывод очень простой. Во-первых, конечно, радость. Конечно же, радость. И большая радость. А во-вторых, и неколеблемая надежда. Поэтому никогда на Руси не потухнет молитва к святителю Николаю. Поэтому никогда его заботы и милость над нами не прекратится. Трудно найти, наверное, на нашей земле дом, квартиру, где живут православные, и не было бы там иконы, образа именно святителя Христова, угодника Божия, ныне чтимого и празднуемого нами. За молитвы святителя и чудотворца Николая милостивый Господь да сохранит и покрыет нас и в малых проблемах наших, и в больших наших бедах тоже. А главное, его святые молитвы да укрепит нас на пути вечного спасения, чтобы не только здесь, на земле, быть с ним рядом, но и в вечности Царстве Божьей стоять настолько же близок к Господу в любви, насколько близко стоять и он. С праздником всех! Спасибо!